Сегодня в Сенат Национальной Библиотеке мы презентуем книгу, даже две книги, это Институт Истории Государства, подводим своего рода итоги, творческие итоги, интеллектуальные итоги. Сегодня мы презентуем две книги, одна посвящена событиям средней давности, то есть 17-й год, у всех на слуху, очень медийное, известное, историческое событие. И вот вторая книга, автором которой я являюсь, посвящена непосредственно деятельности президента по формированию исторического сознания казахстанцев. Тема такая очень тонкая, специальная, несколько лет ушла на работу над этой книгой. Сама книга, идея книги появилась еще в 2013 году, и в течение этих лет, буквально несколько недель назад из типографии мы забрали первые экземпляры, получился этот результат, которым сегодня мы и на суд зрителей представляем. Тема, как нам кажется, должна быть актуально и востребована. Почему? Ну, опять же, у всех на слуху. Мы знаем, что в апреле текущего года президент опубликовал свою известную статью «Взгляд будущей модернизации общественного сознания». И как раз историческое сознание – это одна из форм общественного сознания. Ну, собственно, сам президент многожды, и это вот и анализ, который мы провели, он показывает, и данная статья, по сути, станет такой эпохальной в развитии исторического сознания казахстанцев, как уже можно это прогнозировать. Вот как раз наша книга, она будет, ну, надеемся, что станет некой такой попыткой и неким камушком фундамент дальнейшего исследования, без которых дальнейшая модернизация очень сложная, потому что мы должны знать, от чего отталкиваться, что модернизировать, в каком направлении идти, а именно для этого нужна работа историков, то есть, которые скажут, что в таких-то условиях, таким-то образом историческое сознание развивается, на таком этапе мы находимся, и, соответственно, отталкиваясь от этого, дальше развивается. Книга посвящена, на самом деле, раскрывает, по большому счету, два вопроса, то есть историческое сознание казахстанцев, но и самое главное, это мы пытались выявить, высветить, изучить, собственно, деятельности президента Республики Казахстана, Устана Мишленовича Назарбаева, потому что роль государства, государственный фактор, непосредственно роль президента, именно вот в наших исторических условиях, она, ну, является одной из краеугольных, потому что это один из существенных, один из самых существенных, наряду со школой, наряду средствами массовой информации и так далее, и так далее, вот роль государства, роль главы государства. И это показал анализ, большой анализ, большого массива исторических документов, текстов президента, мы попытались применить различные методы исследования работы с текстами президента, то есть показывают, что действительно роль его является не просто важной, а одной из существенных, но из принципиальных. Но если говорить о книге, работе над ней, то специфика этой книги, а это вот, ну, еще раз говоря, то есть постоянно говоря о модернизации общественного сознания, то есть его изучать, общественное сознание, историческое сознание, любые формы общественного сознания казахстанцев, невозможно, если только использовать ограниченное число методов. Поэтому, безусловно, опыт работы над этой книгой показал, что инструментарий разных наук, разных дисциплин, только вот в этом, так сказать, методическом содружестве невозможно получить более-менее объективную информацию, объективные данные. Вот сегодня представляем эту книгу на суд читателей, и надеемся, что она принесет пользу и специалистам, и студентам, и всем тем, кто интересуется историей независимой Казахстана, историей деятельности президента республики Казахстана, историей модернизации общественного сознания.